Совбез ООН в закрытом формате собирается обсуждать кризис в Нагорном Карабахе. Ожидайте какое-либо решение от Совбеза? Вы знаете, от Совбеза будет решение. Я объясню вам почему. Почему я уверен, что оно будет. Потому что Совбез это организация, которая очень, как бы вам сказать, она очень недовольна вот этой двойной, тройной, вот этой попыткой, попыткой турецко-азербайджанской связки усидеть попытка на двух, на трех стульях. Совбез очень недоволен этой историей, недоволен таким, знаете, вообще у Эрдогана это такая стратегия, понимаете, вот у Эрдогана у него такая стратегия на два, на три стула одновременно сесть. Одной рукой покупать газ, другой стрелять, продавать Байрактар и так далее, и так далее. То есть это все у него так. Он в эту же технологию пытается втянуть и почти втянул, безусловно, Азербайджан. Но где Азербайджан и где Турция? Я уверен абсолютно, что в самый неподходящий момент, при правильном решении позиции Совбеза, Эрдоган сольет, сдаст, сольет Алиева. Сольет Алиева в этот конфликт. То есть, условно говоря, да, он его сдаст. То есть он не будет упираться до конца. Он на каком-то этапе скажет ему, слушай, парень, я тебе и так все это прикрываю. Решай сам. Вот где-то точки ставь сам, бери на себя ответственность. А то как газ гонять, так сказать, туркменский через Каспий туда, так сказать, как блокировать Иран, так ты, так, так, Эрдоган первый. А как как бы разрулить конфликт как бы с армянским народом, так, так сказать, опять Эрдоган должен помогать. То есть, другими словами, я жду от Совбеза такого, знаете, тихого, такого дипломатического одергивания, значит, азербайджанской стороны на предмет. Ребят, вы как бы сильно-то там не наглейте. Потому что, как бы, Армения тоже, так сказать, с Арменией весь мир не меньше, чем с вами. Кстати, последовало и заявление от Ирана официальное сегодня, но очень умеренное, сдержанное. С чем вы это связываете? Слушайте, да, дело в том, что Ирану самому выживать надо. Иран сам находится в состоянии постоянного перманентного конфликта, он и весь мир. И поэтому, безусловно, он, как бы, его задача какая? Смотрите, Иран, конечно же, находится в сцепке идеологической, военной, финансовой, логистической. Он находится в сцепке, безусловно, с Россией. И все плотнее и плотнее. И, соответственно, через Иран мы тоже можем влиять, мы тоже можем совместно, так сказать, влиять на разрешение конфликтов в пользу выгодную и правильную с точки зрения армянского народа. Это очень важный момент. А повторяю, что мы боремся. Вот я хочу, чтобы еще наши зрители с вами услышали нас с вами в сегодняшнем разговоре. Это не армяно-азербайджанский конфликт. Мы обсуждаем с вами геополитически напряженный конфликт, где, с одной стороны, ребята, у которых реванш вернуть, так сказать, великое могущество мусульман, турков и всего-всего прочего, в виде сцепки Эрдогана, Алиева, так сказать, и всяких-всяких там прихвостней вокруг их, их мечта, совместная мечта, знаменитых в Армении и так далее. Вплоть до того, что, вы знаете, даже не надо забывать, что они спят и видят эту пресную воду Сивана. Это тоже серьезная геополитическая история, потому что ни в Турции, ни в Иране нигде воды-то пресной нет. Это все же облизываются и смотрят, что единственный источник, это ваше озеро знаменитое. И там в голове тоже это есть, как бы это все подвернуть по-хитрому. То есть, другими словами, а со стороны Армении, безусловно, а криво, косо, может быть, не очень активно пока играет, а, Россия, б, это определенная часть Евросоюза, в, это, безусловно, американская поддержка армянского народа. То есть, никуда не деться, там тоже есть след. Да, кстати, вы, наверное, уже знаете, Евросоюз планирует размещать долгосрочную миссию наблюдателей в Армении. Вы думаете, это связано с Лачинским кризисом? Я думаю, что Евросоюз очень хочет выступить оператором разрулежки этого конфликта. Понимаете? То есть, Евро... Сейчас, смотрите, вот на каком-то этапе вашего конфликта между Арменией и Азербайджаном, либо вот такого большого конфликта регионального, так сказать, все боролись за что? Сначала была реакция такая. Какая сторона более правая? Исторически, финансово, географически, Армения, либо Азербайджан. Потом все поняли, что если пойти по этому, это тупик. В этом не договориться. Об истории вопроса не договориться. Надо договориться в режиме нынешнего времени. А нынешнее время всем очень нравится. В том смысле, что и Армения потенциально очень мощная страна по экономике, по всем штукам и так далее. Поэтому, конечно, сейчас началась борьба. Новый этап Карабахского конфликта – это то, что борьба началась. Кто будет оператором? Кто решит этот конфликт в сторону, который обоюдно устроит обеи стороны конфликта? И поэтому Евросоюз-наблюдатели, они, конечно же, будут лезть, чтобы стать операторами и гениальными стратегами, разрулявшими этот конфликт. Вообще реакция международных структур, отдельных стран может повлияться на разрешение этой ситуации? Я думаю, абсолютно может. Сегодня коллективный разум – это более важная история, чем одна страна, пусть и абсолютно правая. Я считаю, что серьезная поддержка Армении на всех геополитических уровнях, европейский, заатлантический, это серьезная поддержка. То есть для Армении сегодня важен, конечно, коллективный разум. Вот коллективная поддержка, коллективное такое, коллективное разрешение армянского конфликта с азербайджанцами, конечно, это серьезная поддержка будет вам. Мы немало осуждающих заявлений получаем и от Вашингтона в последние дни. Вы думаете, влачинский кризис входит в интересы США? Абсолютно точно входит. Абсолютно точно входит, конечно. То есть американцы, ну, во-первых, давайте начнем с простого. Американцам они совершенно не понимают до конца вообще как бы вот этот кавказский узел. Они в нем пытаются разбираться и не понимают. У них есть картинка со стороны как бы такого тюркского мира, да, со стороны, что хочет Эрдоган, что хочет азербайджанцы. Но у них совершенно притупленная картинка с этой стороны, со стороны Армении, со стороны вот этого коллективного, коллективного, что ли, ну, что ли, выгодоприобретателей армянского. И поэтому, конечно же, они хотят. Во-первых, это кавказский узел. Во-вторых, это ближайшая точка для Средиземного моря, для Черного моря и так далее. То есть, конечно, за эту точку будут бороться. На саммите в СНГ, который состоится, неформальный саммит в Санкт-Петербурге. Перед Новым годом, да? Да, да. Возможно встреча лидеров трех стран, если до этого не разрешится ситуация в Нагоровном городе. 100% будет встреча в Петербурге, 100% будет Пашинян-Алиев. Несмотря на ситуацию. Несмотря на ситуацию. Несмотря на ситуацию. Встреча будет. В неформальной обстановке будет опять президент объяснять новый этап состояния этого конфликта. Опять будет уговаривать, опять будет объяснять Алиеву, что лучше остаться самостоятельным. Извините, самостоятельным в этом конфликте с армянами. И лучше разрешить это здесь, как договор двух стран. Не надо привлекать полземного шара, потому что эти полземного шара будут искать свои выгоды в этом конфликте. Вот кого бы ты не привлек для разрулежки, все будут искать свои выгоды. Лучше оставить так. Азербайджан и Армения, договоритесь, сядьте о выгодах, договоритесь, сядьте о системе «оба победили» и спокойно живите дальше. Да, еще один тонкий вопрос. Вы, наверное, знаете, по какой причине освободили от работы военного экспорта военно-политическое исследование МГИМО Михаила Александрова? Да, конечно, знаю эту ситуацию. Да, нам интересует, как это воспринимается в русском обществе? За что? Ой, вы знаете, если честно, никак. То есть столько событий происходит, что проблема Александрова... Человека освободили от работы за мнение? Да, освободили, потому что он находится на государственной должности. И по статусу положено было, естественно, высказываться с точки зрения как государственного служащего. Как работник МГИМО, он обязан говорить то, что думает МГИМО. А это не то, что думает на самом деле, так сказать, вся Россия и все остальное. Поэтому его личные высказывания – это личные высказывания. А как сотрудник, как госслужащий, безусловно, он не как бы, ну, с точки зрения, скажем так, экспертизы, экспертности его. Он, конечно же, сказал, как мне показалось. Повторяю, я сейчас не оцениваю. Он говорил то, что думает. И как эксперт, возможно, говорил все правильно. Но как человек, который все-таки как бы находится в системе, он обязан был либо отделить, что это его личное мнение, вот мнение о системе думает по-другому, либо, так сказать, не говорить вообще. И в данном случае, да, он получил по шапке, именно повторяясь за то, что не смог в голове разделить экспертное мнение и государственное мнение. Тогда заявление Александрова я попрошу сравнить с заявлениями Коротченко, например. Ой, слушайте, Коротченко, чтобы вы понимали, Коротченко это, знаете как, это пропагандист. Коротченко это человек такая, знаете, он может говорить от минус 100 до плюс 100. Он может говорить о проблемах пингвинов на юге земного шара до проблем, так сказать, в Арктике по северному морскому пути. То есть, другими словами, Коротченко это хороший публичный, публичный как бы человек, но это не, это безусловно человек, который владеет такой, знаете, горизонтальной, как я говорю, экспертизой. Это не углубленная экспертиза, непонимание внутренней пружины конфликта Карабахского и так далее, так далее. То есть, это человек, знаете как, ну вот то, что называется умный обо всем, вот умный обо всем. Если Александров погружен экспертно, он читает много документов, если, так сказать, он в теме, как говорится, да, то Коротченко, конечно, он во всех темах, значит, по Википедии, такая ходячая Википедия политических знаний. Да, вот на этом и давайте закончим. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи. Удачи.